Всем привет, меня зовут Саша и вы на канале Семья Видеоблог. И сегодня на Mi 8 пришла новая прошивка глобальная стабильная MIUI 10.2.1.0 То есть новая версия MIUI MIUI 10.2 И сегодня я расскажу вам, что в ней нового. Для начала зайдем в список изменений. Как вы видите, прошивка себе включает фиксы и новый патч безопасности. Все фиксы вы видите перед собой на экране. И патч безопасности тоже за январь месяц, такой же как в последней прошивке для Redmi Note 5. Телефон имеет то, что должен иметь в новой прошивке MIUI 10.2. А точнее, это новая анимация ускорения, которую мы уже видели на последней бета прошивке. Второе, если зайти в уведомление, мы имеем доступ к экрану блокировки. Мы можем его включить, можем выключить. Если мы его выключим, то шторка не будет опускаться на экране блокировки. Третье, в диспетчере предложений появились шорткаты. Очистка, антивирус, глубокая очистка и предложения. Кому они не нравятся, их можно выключить. Надо зайти в настройки рабочего стола, рабочий стол и недавний. И там есть показывать предложения. Надо их выключить, и вы больше не будете видеть эти шорткаты. Четвертое нововведение, которое имеет MIUI 10.2. Это функция, в которую вы можете включить Google Ассистент. При том, что у вас будут включены жесты. Точнее, мы заходим в расширенные настройки, кнопки жесты и включаем последнюю менюшку, чтобы зажать кнопку питания в течение 5 секунд. И у вас включится Google Ассистент. Также, теперь нововведение, которое касается чисто Mi 8, которое не было в Redmi Note 5 на этой же прошивке. Здесь есть новая менюшка, она еще пока не переведена. Называется Use Adaptive Battery. То есть, телефон будет определять приложения, которые не используются, и будет ограничивать их, чтобы они не садили батарею. В принципе, похожими функциями владеет функция сценарий, которая находится чуть-чуть ниже. Там тоже ограничивает лимит приложений, там фон приложений ненужных, которые не используются. Но теперь, я думаю, при наличии этих двух приложений, наша батарея должна жить дольше. Но это не точно. Также на Mi 8 в запись экрана добавили запись системных звуков. Я еще раз повторюсь, это добавили на этой прошивке для Mi 8, на прошивке Mi 10.2.1.0. Я понимаю, что это было раньше, это было у других телефонов, потом это убрали. Где-то добавили раньше, где-то позже, но именно на этой прошивке добавили в Mi 8. Также, теперь Always On Display научился не только показывать нам дату и время, а еще он показывает пропущенные сообщения, то есть, значок SMS-ок, и пропущенные вызовы, то есть, значок вызовов. Возможно, он обладает и другими системными значками, я просто не проверял. Но это уже хорошо, что Xiaomi научил Always On Display более-менее быть функциональным и полезным. Хотелось бы, конечно, чтобы еще показывал значки сторонних приложений и уведомлений, типа как в Samsung. И также, еще есть один такой минус, который так и не справили, на который я очень надеялся. Как вы знаете, на прошлой прошивке нам добавили разные виды слоу-мо и режим ночь. Также добавили новую функцию, при которой вы можете сохранить момент замедленной съемки. То есть, при использовании замедленной съемки в 120 или 240 кадров, вы можете выбрать момент, который хотите замедлить, и потом это должны сохранить. Но вот проблема, на прошлой прошивке у меня 10.1.2.0. Это не сохранялось. Я нажимал сохранить, но ничего не происходило. Здесь такая же беда, и нажимая сохранить, ничего не происходит. Со второй попытки просто пишет ошибку Mi Video. Я не знаю, кто кодирует либо телефон, либо Mi Video. Кто-то из них дает сбой. Но, скорее всего, это Mi Video, но это не точно. То есть, давайте, у кого есть Mi 8, либо Pocophone, либо Mi Mix 2S, есть такая проблема. В общем, возьмем и напишем отчет китайцам, потому что они, видимо, этого не знают. И в стабилке не фиксить такой, ну, серьезный баг, при том, что это на флагманах, на дорогих телефонах. Я думаю, это должны были исправить в первую очередь, но нет. Так что, давайте поможем и напомним китайцам об этой, как сказать, печальной новости. А это были все изменения, которые я заметил в новой прошивке Mi 10.2 в Mi 8. Если вы заметили что-то еще, напишите в комментариях. Напишите свои отзывы о батарее быстродействия. А с вами был Саша, я канал Суми Видеоблог. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.